На этой земле родились Ализа Ажешко и Алоиза Пашкевич, Костусь Калиновский и Людмик Заменков. Приехав сюда, гости обязательно посещают Борисоглебскую церковь и костел в Новогрудке, усадьбу Михаила Агинского и Мирский замок. Да, это Гродничина. Основная же цель нашего путешествия по Гродницкой области – поиск пунктов Дуги Струве, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дуга Струве – это цепь из 265 триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 км по территории 10 европейских стран. Создавалась она в период с 1816 по 1855 года и представляет собой уникальный памятник науке и технике, который помог определить параметры Земли, ее размеры и форму. Из 31 пункта Дуги Струве на территории Белоруссии сохранилось целых 19. Пять из них внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, три в Брестской области – Лесковичи, Осовница и Чикутск, и два в Гродницкой – Тупишки и Лопаты. И мы отправились в путешествие по Гродницкой области. Мокрый снег, ветер, холод – только подстегнули наше стремление прикоснуться к этому уникальному памятнику человеческой мысли 19 века. Но в поисках пункта Дуги мы не могли не насладиться и другими достопримечательностями Гродницкой области. Первой нашей остановкой стала Ивья. Этот маленький городок понравился всем. На небольшой возвышенности у Ивьевского костела стоит статуя Христа. Создается впечатление, что он обнимает весь город своими руками. В центре Ивья находится памятник, посвященный четырем конфессиям. Город тем и уникален, что на протяжении многих веков здесь мирно живут, уважая традиции друг друга, представители четырех религий – православия, католицизма, иудаизма и ислама. Это уникальный образец толерантности. Следующим пунктом нашего маршрута стала небольшая деревушка Трабы. Основными ее достопримечательностями являются костел Рождества Девы Марии начала 20 века и православная деревянная церковь Святых Петра и Павла, построенная в далеком 1784 году. Гальшаны находятся в Ашмянском районе и знамениты своим богатым культурно-историческим наследием. Никого не оставят равнодушным руины Гальшанского замка, возведенного в первой половине 17 века и разрушенного в начале прошлого столетия, а также костел Святого Иоанна Крестителя и монастырь францисканцев, с которыми связаны мрачные легенды. Но мало кто знает, что в Гальшанах есть необычный музей. Наша научная экспедиция находится в уникальном для Беларуси музее, посвященном Дуге Струве. Основан он был в 2012 году на базе информационно-краеведческого центра Гальшанской сельской библиотеки. В музее собрана информация о Дуге Струве, о народах, культуре и традициях регионов тех государств, через которые она проходит. Здесь представлены географические карты и книги, посвященные Дуге Струве, портреты ее создателей Карла Теннера, Василия Струва, Иосифа Хотьки. Теодолиты, арифмометры, психиометры и другие необходимые в геодезе инструменты. В музее собрана информация, которую предлагают для просмотра и посредством виртуальных возможностей. Мы отправились на поиски ближайшего пункта Дуге Струве. На лесистом холме установлен памятник Стелла со стакилограммовым шаром, на котором изображен контур Беларуси и отмечен данный пункт. За ним металлическая четырехгранная пирамида. Итак, наша основная цель достигнута, и мы возвращаемся в Минск. Но путешествие по Гроинской области продолжается. Деревня Баруны, где мы сделали очередную остановку, славится костелом Святых Петра и Павла середины 18 века. Это яркое воплощение архитектуры Виленского барокко. Костел полностью отреставрирован и является историко-культурной ценностью Беларуси. И завершили свое путешествие мы в Древнем Крево. Конечно, руины знаменитого Акревского замка, костел Святого Яна Крестителя никого не оставили равнодушным, даже несмотря на холод, снег и ветер. Мы сложили свою зимнюю Гронинскую мозаику, но впереди нас ждут новые открытия удивительной дуги. Вот и наступили долгожданные летние каникулы. Самое время отправиться в очередную научную экспедицию по дуге Струве. О, Мирский замок, или Мирской, Название сути не меняет, Коль путник наречет Мирской, а воин Мирским называет. Этот чудесный замок является архитектурной жемчужиной Беларуси и также внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В поселке Мир Карелического района есть интересный памятник архитектуры в стиле Ренессанс с чертами оборонного изотчества. Костел Святого Николая XVII века, а Церковь Святой Троицы середины XVI века является уникальным культовым сооружением Беларуси. А на нашем пути новая жемчужина, но уже голубая. Кали Новагородский убачишь просторы, ракитник разлапистый, низкий, коня супынили на Плужинского бору, к обглянуть на озеро сблизку. И мы, конечно, не просто остановили своего железного коня, но и искупались в витязи. Озеро имеет карстовое происхождение, то есть образовалось в результате провалы почвы в подземную пустоту, и поэтому практически не зарастает. Уровень воды не изменяется на протяжении года. Чистая, теплая вода придала нам силы, и мы поехали дальше. Следующая остановка нашего маршрута – Дятлова. Очень уютный городок, в котором сохранилась аутентичная планировка центра города. Рядом возвышается костел Успения Богородицы, инициатором строительства которого был сам Лев Сапега. А в километре от Дятлова мы разыскали ничем не приметные развалины. Именно здесь находилась усадьба Живортовщина, в которой несколько лет жил Игнатий Домейко, известный ученый-минеролог, этнограф, национальный герой Чили. Мы постепенно приближаемся к основной цели нашего путешествия – пункту Дуги Струбы. Мы находимся в Гродницкой области, около одного из пяти пунктов Дуги Струбы, которые включены в список семейного наследия ЮНЕСКО. Этот пункт – Лопаты. Наша цель достигнута, и можно отправляться домой. Но Гродничина манит своими красотами, и мы решили заехать еще в Щучин и сверить наши часы с местным Биг Беном – башней и оберегом конца XIX века. Интересен город еще и тем, что два культовых сооружения – костел Святой Терезы Авильской и церковь Святого Архангела Михаила – мирно смотрят друг на друга с середины XIX века. Здание костела было построено при монастыре Ордена Пиаров. Одной из достопримечательностей является и дворцовый комплекс конца XIX века – Друцких-Любецких. Его можно отнести к двум стилям – классицизму и барокко. Ну и, конечно же, мы остановились у памятника Алоизе Пашкевич, которая родилась недалеко от города – в поместье Новый Двор. Гродненская мозаика оказалась разнообразной, насыщенной и очень увлекательной. И все это благодаря силе человеческого разума, таланта, любви к науке, искусству, Родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова